Здравствуйте, дорогие мои друзья! Христос посреди нас. Сегодня среда, а значит мы продолжаем вместе читать Евангелие от Луки. Сегодня мы будем продолжать 13 главу и прочитаем два зачала. Для тех, кто читает, как и я, на церковнославянском языке, известно, что Евангелие разделено на отдельные такие фрагменты, которые используются потом в богослужебной практике, и называются они зачала. Ну, а для тех, кто читает, просто следя по номерам стихов, я скажу, что мы начнём сегодня с 10 стиха 13 главы, то есть там, где остановились в прошлый раз, и дойдём до стиха 31. Таким образом мы прочитаем два зачала, связанных одно с другим, и поговорим, порассуждаем о том, что здесь имеется в виду. Конечно же, вспомним о том, что говорят святые отцы об этом. Напоминаю вам, что мы читаем на церковнославянском, поэтому тем, кому удобнее, предлагаю взять в руки Евангелие на русском или любом другом удобном для вас языке и следить за нами. Мы сперва прочитаем, а потом поговорим. Бяши же уча на едином от сонмищ в субботу, и си жена бе, и муще дух недужин лет осьмнадесять, и бе слука, и немогущи восклонитесь от нюд. Видев же ю Иисус, пригласи и речей ей, жену, отпущинайся от недуга твоего, и возложи на ню руцы, и аби прострейся, и славлише Бога. Отвещав же старейшина собору, негодуя, за не в субботу исцелию Иисус, глаголыше народу, шесть дней есть в няже достоят делати, и в тыя оба приходящей целитеся, а не в день субботный. Отвещав же оба ему Господь и рече, лицемерие, кожду вас в субботу не отрешает ли своего вола или осла от ясли, и ведно паяет, сиюжит черь Авраамлю сущу, южи связа сатана си осмнадесяти лету, не достояши ли разрешите си ей от юзы сия в день субботный, и сия ему глаголющу, стыдяхуся все противляющиеся ему, и все люди радовухуся у всех славных, бывающих от него. Сейчас мы поговорим об этом в зачале, потом прочитаем следующее. Здесь мы с вами видим ситуацию, типичную для евангельского повествования, когда Господь исцеляет человека. Господь часто нарушает исцелениями субботу. Как известно, в Ветхом Завете по закону Моисееву суббота была днём абсолютного покоя. Так, кстати, является сейчас в современном Израиле. Это день, в который не ходит, например, у нас общественный транспорт, религиозные люди закрывают свои районы специальными железными загородками, чтобы там не ездили машины. А в субботу запрещена любая абсолютно работа, при том уже современные, скажем так, ну, современные, то есть уже после разрушения храма, после Христа жившие раввины, дополняют и дополняют запреты субботы, потому что меняется современная жизнь, появляются новые вопросы, а это можно делать в субботу или нет. И, соответственно, это уже целый институт, да, можно сказать, что есть даже такие организации, как, например, праведности наука, да, где изучают, например, можно ли пользоваться кулером с холодной водой в субботу, не есть ли это нарушение субботы, потому что вода охлаждается там каким-то же прибором, да, машиной, соответственно, и так далее, и так далее. То есть это очень доведено до высокого, скажем так, уровня в современном Израиле, то есть эти вопросы до сих пор остро стоят перед религиозными людьми, верующими, иудеями. Ну и, как мы видим, так же было во времена Христа. Пристально и бдительно следили друг за другом, чтобы не нарушать субботу, не нарушать субботний покой. А вот что считается нарушением, а что нет? Этот вопрос был и тогда, и сейчас. Почему? Потому что в законе Моисеевом не так подробно расписано, что запрещено делать в субботу, а что разрешено. Написано, что нельзя работать, написано, что нужно воздерживаться от всякого труда, от всякой суеты, да, что этот день должен быть посвящён Богу. И, соответственно, возникает масса вопросов. Ну вот как, например, с животными? А как быть, если животное хочет пить? Значит, всю субботу, это сутки, с пятницы вечера до пятницы, до вечера субботы слушать, как ослик у тебя кричит или корова мучит, которая хочет пить, нельзя её отвязать и повезти напиться к источнику. Соответственно, это нелогично и жестоко, и неправильно. Поэтому уже толкования позднейшие даже были записаны, да, в Талмуд, наш Иерусалимский Талмуд, это 4-5 век. Талмуд – это толкование устных преданий библейских, еврейских. То есть это то, как раввины разъясняют священное писание. Так вот, там было уже сказано, что, конечно, животное нужно отвязать и напоить в субботу. Это не есть нарушение субботнего покоя. И как мы видим, как устная практика, да, не записанная ещё, но как практика жизни, это существовало уже во времена Христа. А вот исцеляться можно ли в субботу? Или это считается работой, да? Здесь Христос ничем не нарушает субботу, потому что исцеление не было для него трудом. Сейчас, кстати, в современном Израиле врачи работают в субботу. Конечно, и скорая помощь в субботу, конечно же, приезжает. А вот в те годы, вероятно, существовал вопрос, как поступать. И поскольку возмутившийся начальник синагоги, в которой произошло исцеление в субботу, явно не верил в то, что Христос исцеляет чудом, божественной силой, он воспринял это как труд, как нарушение работы, как нарушение субботы. В самом же деле, даже по иудейскому закону, Христос исцелял без каких бы то ни было усилий. То есть, если сама благодать Божия посетила человека в субботу, грех ли это, работа ли это? Ну, конечно, нет. Потому что суббота – это прежде всего... Почему была дана заповедь воздерживаться от труда, от любой работы? Почему? Чтобы воздерживаться от зла. Любая жизнедеятельность человека так или иначе может быть сопряжена с грехом, но, скажем так, больше искушения у человека, когда он активно действует в этой земной мирской жизни. Поэтому предлагалось в субботу отложить всякое земное попечение, как мы поём в Херувимской песне во время божественной литургии. Всякое земное отложим попечение. Точно так же отложить все земные заботы и заняться духовным, то есть добрыми делами своим близким, молитвой, чтением священного писания, посещением друг друга. В субботу можно ходить в гости, разумеется, что иудеи часто и делают. И, соответственно, вот в этом суть субботы. Но это забылось со временем. Оно как бы не имело уже той остроты и кристальной ясности для людей, поэтому вставал вопрос чисто практически. А это можно в субботу, а это можно в субботу и так далее. И вот Христос как бы ставит всё на свои места, говоря, что первая заповедь субботы – это милосердие, твори дела милосердия, посвяти этот день Богу, а Бога есть любовь, соответственно, этого Он ждёт от вас в субботу, а не формального выполнения закона. Начальники же в синагоге мыслят по-другому. И не будем спешать обвинять иудеев, как я всегда говорю, посмотрим на самих себя. Среди нас тоже очень много законников. И часто люди, верующие, именно выступают в роли законников и адвокатов как бы Господу Бога, да, то есть они следят за тем, чтобы другие не нарушали заповеди и не упускают случаев в комментариях ли, или даже в частной беседе могут сделать замечание человеку. И часто несправедливо, абсолютно несправедливо, потому что они смотрят не на сердце, а на внешнее проявление, на формальное выполнение или не пополнение закона, порядка, устава, там, чего угодно. Как мы видим из Евангелия, Христос имеет абсолютно другой взгляд. Хотя Господь нигде не призывает нас пренебрегать законом по отношению к себе, мы должны быть строгими. И, конечно, стараться жить строго по закону. Если мы в монастыре, то поступать строго по уставу. А если мы в церкви, то же, соответственно, да, находясь в храме, вести себя так благочестиво, как это положено и заведено. Но когда мы видим других людей, нарушающих это, не будем мы спешить обличать их и тут же ставить их на место. Потому что мы не знаем, почему человек так поступил в данный момент. Как здесь начальник синагоги не проникся тайной того, что совершилось в субботу. Формально для него это было нарушением. Да, потому что к врачу в субботу не ходили. Ходили в другой день. Если это не вопрос жизни и смерти, там, да, ну могла это женщина сгорбленная, да, скрюченная параличом в другой день прийти, исцелиться. Ну что за проблема? Она же не умирает от этого. Она уж 18 лет так прожила, как бы, да? То есть формально начальник синагоги прав, да? Так же, как формально те, которые в воскресенье, например, делают замечания людям, вставшим перед иконой на колени. По уставу в воскресенье не положены земные поклоны. Если какая-то женщина стоит полслужбы на литургии, на коленях около какой-то иконы, могут подойти верующие люди и сказать, женщина, встаньте, пожалуйста, сегодня воскресенье, в честь литургии идёт, не положено стоять перед иконой на коленях. А мы знаем, почему она это сделала. Может быть, у неё великое горе, может быть, она впервые в жизни ощутила, что такое молитва и присутствие Божие. И вот так это выразилось. Так же и здесь начальнику синагоги не открыта была тайна, почему Христос именно в этот день эту женщину исцелил. Почему именно сейчас надо было, чтобы это случилось? Чтобы сейчас разрешилась её страшная болезнь, от которой её связал сатана, и которой она страдала так много лет. И вот слепость начальника происходила именно от его гордости и уверенности в знании порядков, законов, уставов и так далее. И часто человек, который страдает таким недугом, он действительно очень ревностно относится к любому нарушителю. Знаете ещё почему? Из определённой зависти. Потому что когда человек очень строго бледёт все законы, порядки и именно чувствует себя в этом очень классно и комфортно, он теряет милосердное любящее сердце. Он превозносится над другими, он чувствует себя чем-то, кем-то, он чувствует себя авторитетом. И когда он вдруг... И на самом деле он не свободен, очень сильно не свободен. И когда он видит других, которые свободны, и которые вдруг поступают поперёк всем правилам, его это злит. Элементарная зависть. Это не моё толкование. Боже, сохрани! Это я пересказываю так своим, скажем, образным языком. Но, в общем-то, то, что пишет святитель, например, Феофилакт Болгарский, тот же Игнатий Бринчанинов, а вот толкование на эти места, то есть это, в принципе, мысли не мои, но они мне близки, потому что... И думаю, вам тоже, потому что по опыту мы и сами бывали в таких ситуациях, но и видели людей таких, да, естественно, встречали на жизненном пути. И, соответственно, вот здесь очень большая опасность. Надо исполнять законы, и нужно знать их, но никогда нельзя чувствовать себя в этом комфортно, уверенно, круто, классно. Вот я такой просто специалист по всему вообще, Божьему промыслу и священному писанию, всех могу построить, расставить, и всем указать, как им жить, и всех научить. Вот это очень страшное состояние. И Христос очень поэтому здорово здесь, как бы это пресекает Господь наш, да, и всячески ведёт себя, вызывающий даже в Евангелии часто по иудейскому закону, он нарушает иногда, действительно, нарушает субботу, просто для того, чтобы разбить вот эту корку законничества, вот эту вот скорлупу, которая не даёт лучу божественной благодати и любви проникнуть в душу, потому что она закрыта бронёй закона. И этим страдают и православные сейчас, и католики, да все протестанты, да кто угодно, да, это не зависит, по-моему, от конфессии, в данном случае многие христиане уподобляются, да, вот этому начальнику синагоги. И поэтому для нас так поучительно. А в следующем зачале Господь уже, скорее всего, обращается опять же к ученикам. Вот у Луки постоянно параллель, мы с вами видим уже какой раз, то Господь говорит народу, а то говорит своим. И чаще всего народу он говорит просто, ну вот как здесь напоминает им, что ну животного же вы отводите попить. Все устыдились, да, ведь действительно, Господи, но мы же животное отводим попить. А тут человек, который столько страдал, так неужели не дать ему это счастье, радость, исцеление в день Божий, в субботу, в день Господень, да? А дальше он как будто говорит уже своим, потому что мысль, то есть ученикам, потому что мысль более уже сложная и более глубокая. Давайте прочитаем и потом поговорим об этом. Глаголы ши же, кому подобно есть Царствие Божие, и кому уподоблю е? Подобно есть зерну, горушну, ежеприем человек, ввержив вертоград свой, и возрасте, и бысть древа велия, и птицы небесные, вселишеся в ветве его. Пакеричи, кому уподобися Царствие Божие, подобно есть квасу, ежеприемши жена, скрыв муце саты три, дон дежевскиси все, и прохождавши сквозь грады и веси, уча и шествия творя в Иерусалим. Рече же некий ему Господи, аще мало есть спасающихся, он же рече к ним. Подвязайтесь в нити сквозе тесные врата, яку мнози глаголю вам взыщут в нити, и не возмогут. От нели же восстанет дому владыка и затворит двери, и начнете вне стояти, и ударяйте в двери глаголюще, Господи, Господи, отверзи нам, и отвеча в рече от вам, не вем вас, откуду есть те. Тогда начнете глаголыте, я дохом пред тобою и пихом, и на распутьях наших учил еси, и речет глаголю вам, не вем вас, откуду есть те. Отступите от меня, все делатели неправды, ту будет плач и скрежет зубом. «Егда узрите Авраама, и Исаака, и Иакова, и вся пророки во Царствие Божие, вас же изгоним их вон, и придут от востока и запад, и севера и юга, и возлягут в Царствие Божие, и все суть последние, и же будут первые, и суть первые, и же будут последние». Вот здесь Господь открывает нам опять тайны спасения. Сколько же прекрасных образов Господь дает нам в Евангелии, для того, чтобы пробудить нашу душу. И вот первый образ здесь – это про горчичное зерно. Прежде чем мы поговорим об этом дивном образе, сразу скажу, что первый вопрос туристов, паломников, когда заходит вдруг речь об этой притче, ну, если вдруг там как-то к слову. А, кстати, что же такое горчичное дерево? Так вот, дорогие мои, это науке неизвестно, как в том фильме, да? Неизвестно, что такое горчичное дерево, что имел в виду Христос. Знаменитый наш ботанист и специалист такой очень известный у нас в Израиле по фауне Израиля, был такой Ногар Иувени, он замечательно и создал заповедник библейских растений Неоткдумим, который находится около Иерусалима, под Иерусалимом. Вот он полагал, что это сурепка, потому что сурепка у нас растёт иногда очень большая, но благодаря климату и маленькие птички, калибри, они же называются у нас медовницы по-русски, они вьют гнёзда там, ну, в дебрях этого, конечно, на земле, естественно, на ветках он не удержит, оно внутри, потому что с древних времён и арабы, вот у нас до сих пор, палестинцы сурепку используют как горчицу, и у неё вкус горчицы очень сильный, и зёрнышки меленькие-меленькие, чёрненькие-чёрненькие, она бывает в рост взрослого человека, да, вот из такого крохотного зёрнышка, а в лазарии, в одном арабском доме, во дворе показывают горчичное дерево, но учёные говорят, нет, это просто какой-то род акации с мелкими очень просто семечками, до конца непонятно, и возможно, что здесь суть не в этом, ведь, в принципе, любое дерево вырастает из малюсенького семечка, даже самая огромная, там, не знаю, американская секвоя, которая может достигать там высоты 30-этажного дома, да, и она тоже начинается с крохотного-крохотного зёрнышка, и вот как это происходит, да, вот владыка Лука Война-Ясеницкий очень хорошо пишет об этом, как Слово Божие, как говорит апостол Павел, подобно обоюдоострому мечу, то есть самый острый меч, да, не сравнить со Словом Божиим, как оно может проникнуть в человека и разделить дух от души, тело, от, не знаю, от мозгов, да, оно может перестройку сделать огромную, оно может отсечь страсти одним своим действием, пример Антоний Великий, который однажды зашёл в храм, будучи богатым, уважаемым человеком, да, язычником, зашёл в храм, и вдруг он слышит, продай, отдай имение, вернее, раздай имение своё нищим, возьми крест свой, следуй за мной, и вот он пошёл и сделал это, он реально всё раздал и ушёл в пустыню, то есть и таких случаев много, и до сих пор мы знаем такие случаи, и есть такие массы свидетельств из жизни святых и просто людей, как Слово Божие способно перевернуть жизнь человека в один момент, человек становится другим, никакие другие слова так, наверное, не действуют, да, это, конечно, благодать Божия, так вот, так же, поэтому вот это зёрнышко, если оно попадает, если почва была хорошей, как в другой притче говорится, да, то дальше Господь льёт дождик скорби, светит солнышко Божие, благодать, утешение Божие, и зёрнышко это начинает в душе расти, и производит огромные перемены, появляется росток, появляется вдруг любовь у человека, милосердие, сострадание, добрые дела, это уже листья, да, как бы плоды, и человек просто превращается в другого человека, действительно, Царствие Божие, это очень интимная, внутренняя связь со Христом, это очень личное дело, у всех это происходит совершенно по-разному, и здесь невозможно написать никакие книжеские рецептурники, да, как вот инструкции пошаговые, тут нельзя дать, здесь это действительно, вот как зерно в земле растёт, вот это тайна каждый раз, да, учёные вроде бы сейчас уже и знают, но всё равно это процесс таинственный для нас, действительно, и масса ведь случится может с зерном, что оно вдруг не вырастет, вот так же здесь попадает в душу Слово Божие, это зёрнышко, да, и из него начинает вырастать, Царствие Божие внутри нас, вот это тоже важнейшая мысль, которая всегда, вот меня лично очень утешает, думаю, и вас, наверное тоже, что мы не стремимся умереть и попасть в рай, мы стремимся здесь на земле быть со Христом в Царстве Небесном, потому что начинается это у нас внутри, да, и даже люди, которые терпят страшные скорби и болезни, иногда живут уже в Царстве Небесном, потому что они со Христом, мы видим их страдания, а они видят внутри фаворский свет, они уже с Господом, соответственно, вот так же подобны Царствие Небесные закваски, когда маленький кусочек квасного теста попадает в большую катку с мукой и водой, начинается потрясающий процесс, там начинает всё бурлить, клокотать закваска, и получается шикарное тесто для хлеба, да, и оно ещё и вырастает во много раз, и вот об этом здесь Христос как раз и говорит, о том, что у начальника синагоги, да, если связать это с предыдущим событием, не начался даже этот процесс ещё, даже не зародилась в нём вот эта вот крупичка Царствия Небесного, не вопрос о том, куда он попадёт, в ад или в рай после смерти, а вопрос о том, что он даже не начал процесс, то есть в его сердце ещё слово благодати Божией не попало, он усвоил внешнюю форму, он усвоил закон и порядок, он молодец, он всё прочитал и выучил, но вот это главное творчество, взращивание этого зёрнышка, в себе, у него даже ещё не началось, а ведь растится это зёрнышко вместе и нами, и Христом, да, то есть мы тоже должны следить, чтобы сорняки его не задавили, мы должны окучивать его вовремя и удобрять молитвой, например, да, вот молитва, говорят, пища для души, также можно сравнить её, она удобряет почву, она как бы даёт зёрнышку рост, молитва, призывает благодать Божию на него, солнышко вот это, божественного утешения, да, и так далее, то есть вот эти образы, такие совершенно земные, совершенно бытовые, они открывают нам великие тайны, и дальше, дальше, Господь отправляется в путь, и кто-то спрашивает его, ведь немногие спасутся, это уже опять ученики, конечно, кто-то из учеников, потому что потрясла их вот этот рассказ, потряс их, это такая тонкая сложная работа, какое-то сложное дело, мы-то думали, ученики могли мыслить, что достаточно выполнять закон, который написан, Моисеем, Ветхий Завет, всё, то есть Библию, да, ты спасён, как бы выполняй, выполняй строго заповеди, нарушай субботу, совершай положенное омовение, праздники три раза в год, в Иерусалим ходи, десятину на храм отдавай, всё, ты спасён, и до сих пор есть люди, которые так считают, а на самом деле, во какая работа нужна, поди там у себя, горчичное зёрнышко взрасти в душе, это же очень сложно, и тогда Господь призывает подвязаться и трудиться, потому что придёт время, да, как он говорит, подвязайтесь, войти с узкими вратами, да, это узкие врата, это постоянная работа над собой, потому что придёт дома владыка, но здесь можно это сравнить с моментом смерти человека или со вторым пришествием, и затворит двери, и что эти слова значат? Господи, мы ели, пили пред Тобою, мы были твоими созданиями, ты нас сотворил, чтобы мы ели, пили, дышали, вот деток рождали, да, мы это всё делали, как же ты нас забыл, как же ты не хочешь нашего спасения, он-то хотел, да мы не отвечали, и Господь скажет, не знаю вас, я не знаю, кто вы, потому что ваша душа для меня всегда была закрыта, вы не открыли её, вы не впустили меня, вы не трудились, вы не взращивали Царствие Божие в себе, да, вместе со мной, и вот этот образ очень страшный, конечно, да, потому что, казалось бы, если мы сотворены Богом, Бог обязан нас спасти, и как же мы можем погибнуть, да, ни одно творение Божие не может погибнуть, Господь хочет всем спасения, да, но не без нашего участия, не без нашего усилия, мы же разумные существа, это вот птички, да, другое дело, животные, да, растения, они все у Господа, да, потому что они неразумные, они живут по инстинктам, заложенным в них Богом, а мы-то не по инстинктам, заложенным Богом, да, мы не по инстинктам, мы должны жить по душе, по разуму, уже мы Священное Писание знаем, то есть это другие требования совсем, и поэтому вот такая естественная жизнь, и даже если человек признает, допустим, там, Христа, я встречала таких людей, которые говорят, надо просто полюбить Иисуса, и все, вот я признаю, что Иисус есть, Он меня спасет, а живу я, ну, как живу, нет, ну, стараюсь зла там особо людям не делать, да, если бы так все было просто, то Господь вот здесь, как показывает, врата-то узкие, значит, трудиться-то надо, и еще как надо трудиться, само собой, вот так вот, просто оно не происходит, спасение души, и как наш духовник всегда говорил нам, к делу спасения нужно относиться серьезно, и вот, соответственно, Господь говорит, поскольку здесь спрашивающие, естественно, из народа еврейского, из иудеев, Он и говорит, придут люди от востока, запада, севера и юга, то есть не только народ иудейский, еврейский, все придут и возлягут, те, кто трудились, те, кто желали спасения, и последние будут первыми, а первые, то есть Бога избранный народ, которые, ну, все знали им, ну, дан был весь закон, они как бы были духовно впереди всех других народов, кажутся последними, если не примут слово, да, благовестие, вот такой образ потрясающий здесь в Евангелии нам с вами дан, и вот на этом мы сегодняшнюю нашу с вами встречу евангельскую заканчиваем, я сердечно-сердечно благодарю вас за внимание, за вашу любовь, и будем надеяться, что наши встречи по средам будут продолжаться, будем дальше продвигаться, читать Евангелие, рассуждать, размышлять, разумеется, буду благодарна, если вы напишите добрые комментарии, или поставите лайк под этим видео, потому что это помогает продвижению видео в Ютьюбе, а я буду рада, если больше людей примкнет к чтению Евангелия вместе с нами. Спасибо вам еще раз, дорогие друзья, всех сердечно обнимаю, храни вас всех Господь, и до скорых встреч, до свидания. Продолжение следует...